Беседа десятая, 118. Радуйтесь и сорадуйтесь всем вам, что недавнее увещание ваше, а не постящихся, и из-за этого остающихся дома вы исполнили на деле. Сегодня, думаю, здесь присутствуют и многие из вкусивших уже пищи, и они наполняют это почтенное собрание. Думаю, так потому, что собрание у нас стало блистательное и стечение слушателей многочисленнее. Не напрасно, значит, расточили мы недавно об них много слов, умоляя вашу любовь, влезти их к Матери Церкви и убеждать, что можно и после принятия пищи телесной участвовать в пище духовной. И когда, скажите мне, возлюбленные, поступили вы лучше? В прошедшее ли собрание, когда после трапезы обратились ко сну? Или нынче, когда после трапезы сошлись на слушание божественных заповедей? Тогда ли, когда проводили время на площади, участвовали в собраниях, не имеющих в себе ничего хорошего? Или ныне, когда стоите вместе с вашими братьями и слушаете слова пророческие? Не пищу принимать стыдно, возлюбленные, но что? Приняв ее оставаться дома и лишать себя этого священного торжества. Оставаясь дома, ты пробудешь в бездействии и праздности, а пришедши сюда, отрисешь всякий сон и всякую леность. Отбросив же не только леность, но и всякую унылость, будешь ты лучше и благодушнее чувствовать себя во всех приключениях. И что говорить о другом? Стань только подле постящегося, и сейчас почувствуешь его благоухание. Постящийся есть духовная мира, он и глазами, и языком, и всем обнаруживает благоустройство души. Сказал я это не в осуждении принявшим пищу, на что бы показать пользу поста. Постом же называя не воздержание только от ясту, но еще более этого воздержания от грехов. И вкусивший пищу, но пришедший сюда с должной скромностью, немного отстал от постящегося, так же как и постившийся, но без усердия и внимания слушающего поучения, немного получит пользу от поста. Вкушающий и участвующий в священном собрании с должным усердием гораздо лучше того, кто не вкушает и остается дома, потому что ни едини отнюдь не может принести нам столько пользы, сколько доставляет пользы и добра участия в духовном учении. Да и в каком другом месте ты услышишь то, о чем любомудрствуешь здесь? Пойдешь ли в суд, там расты и споры, в думу, там забота о делах городских, в дом, там со всех сторон давит по печенье о делах частных, в собрании и сходбище на площади, и там все земное и тленное. Собирающийся там рассуждает или о предметах купли, или о податях, или о роскошном столе, или продаже полей, или других сделках, или о завещаниях, или о наследствах, или о других подобных вещах. Войдешь ли даже в царские дворцы, и там опять тоже услышишь. Все рассуждают о деньгах, о власти, о славе здесь, уважаемой, а о духовном ни о чем. Здесь же все напротив. Здесь мы рассуждаем о небе и вещах небесных, о душе, о нашей жизни, о том, для чего живем здесь столько времени, куда отходим отсюда, что ожидает нас после, почему у нас тело из персти, что такое жизнь настоящая и что будущее. Слово не о чем земном, а все о духовном. И таким образом, получив великую подмогу ко спасению, мы выходим отсюда с доброю надеждою. 119. Почему? Так как не напрасно бросили мы семена, но, как я просил вас, вы уловили всех оставшихся от вас, то вот и мы вознаградим вас, и напомнив вам немногое из прежде сказанного, да скажем и остальное. О чем же говорено было прежде? Мы рассуждали, как и каким образом Бог устраивал дела наши, когда еще не было данного Писания, и говорили, что Он получал род наш через природу, распростерши и предложив среди всех неба эту величайшую книгу, назидательную и для простых, и для мудрых, и для бедных, и для богатых, и для скифов, и для варваров, и вообще для всех живущих на земле. Книгу, которая гораздо важнее множества других изучаемых книг. Многое сказали мы и о ночи, и о дне, и о порядке, и о согласии, в точности соблюдаемых ими. Многое о числе времен года и их равенстве. Как день за весь год, и на полчаса не бывает больше ночи, так и эти времена года разделили между собой, все дни поровну. Впрочем, как и прежде, я сказал, на Творца указует не величие только и красота твари, но и самый состав ее, и устройство выше естественного порядка. По естественному порядку следовало бы воде носиться поверх земли, но теперь видим напротив, что земля на водах держится. По естественному порядку огонь должен был стремиться вверх, но теперь видим напротив, что лучи солнечные стремятся вниз, к земле, что есть воды превыше небес и не развиваются, что солнце течет ниже и не погашается водами, да и само не уничтожает этой влаги. Еще сказали мы, что Вселенная состоит из четырех стихий, противоположных и противоборствующих друг другу, и однако ни одна из них не истребила другой, хотя они и губительны друг для друга. Отсюда очевидно, что какая-то невидимая сила обуздывает их, и узами для них служит воля Божия. Об этом-то хочу сегодня поговорить поболее. Только и вы стойте бодро и слушайте меня со вниманием. А чтобы чудо сделалось яснее, учение об этом начну с вашего тела. Тело наше, этот сокращенный и малый мир, состоит из четырех стихий. Теплой, именно крови, сухой, желчи-желтоватой, влажной, это слизи, и холодной желчи черной. Да не подумает кто-либо, что нам неприлично такое рассуждение. 1 Коринфян 2.15 Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может. И Павел, беседуя с нами о воскресении, коснулся соображения предметов земледельческих и сказал, «Безумный, безрассудный, то, что ты стеешь, не оживет, если не умрет». Если же этот блаженный говорил о предметах земледелия, то да не упрекают и нас, что мы касаемся медицинских мнений, ведь у нас теперь слово о творении Божьем, и нам необходимо изложение этих мнений. Итак, наше тело, сказал я, состоит из четырех стихий. Если одна нарушит согласие с целым, то от такого расстройства происходит смерть. Например, когда разольется желчь, рождается горячка. Если она усилится через мир, то причиняет немедленную смерть. Опять, когда преобладает холодная стихия, происходят параличи, судороги, апоплексические удары и другие бесчисленные болезни. И вообще всякого рода болезни происходят от преизбытка этих стихий, когда то есть одна, перешедшая за свои пределы, берет перевес над другими и нарушает всякую соразмерность. Спроси же того, кто говорит, что все в мире произошло случайно, и существует само собою. Спроси, если это малое тело и при помощи лекарств и врачебного искусства, при внутреннем управлении со стороны души, при великом любомудрии и других бесчисленных пособиях, не может всегда оставаться в благосостоянии, но часто от происходящего в нем расстройства гибнет и разрушается. То как бы столь великий мир, имеющий в себе такие массы тел и состоящий из тех же стихий, как бы он пробыл столько времени, нерасстроенным, если бы не был храним провидением. Нельзя и подумать, чтобы, если даже наше тело, оберегаемое и от вне, и изнутри, с трудом поддерживает свое существование, столь великий мир, будучи оставлен без всякого промышления, во столько лет не потерпел бы ничего такого, что терпит наше тело. Как это, скажи мне, ни одна из этих стихий не вышла из своих пределов и не истребила все прочее? Кто соединил их вначале? Кто связал? Кто обуздал? Кто удерживает их столько времени? Если бы еще мир был тело простое и однородное, то сказано нами было бы не так невозможно. Но когда такая борьба стихий была от начала, то кто так безумен, кто станет думать, будто они сошлись сами собою? И никто не соединил их, и сошедшись так остаются. Если и мы, озлобясь друг на друга не по природе, а по произволению, не можем примириться сами собою, пока остаемся врагами и питаем неудовольствие друг против друга, но имеем нужду в постороннем, чтобы он свел нас, светше соединил и убедил жить в согласии, и впредь не расходиться, то как же стихии, не имеющие ни смысла, ни чувства, враждебные и противные друг другу по природе, могли бы сойтись и соединиться и быть вместе друг с другом, если бы не было какой-то неизвеченной силы, которая и соединила их, и соединив постоянно, удерживает в этом союзе. Не видишь ли, как это тело по выходе из него души разлагается и сплевает и гибнет, и каждый из его стихий возвращается в прежнее свое состояние? То же самое случилось бы и с миром, если бы сила, постоянно им управляющая, оставила его без всякого промышления, если и корабль бескормчиво не держится, но скоро утопает, то как бы устоять столько времени миру без управляющего им? Короче сказать, представь, что мир есть корабль, тиль его земля, паруса неба, плаватели люди, лежащие внизу бездна моря. Как же в течение столь долгого времени не произошло кораблекрушение? Пусти корабль, хотя на один день бескормчивый матросов, и увидишь, что он тотчас потонет, а мир ничего такого не потерпел, хотя существует уже пять тысяч и даже еще гораздо более лет. Да что говорить о корабле? Пусть кто построит небольшой шалаш в винограднике и по собранию плода оставит его пустым. Он часто не простоит их двух дней, но скоро разрушится и упадет. Если же и шалаш не может стоять, когда никто не оберегает его, то как бы могло столько времени стоять невредимо без промысла столь великое, прекрасное и удивительное создание. И законы дня и ночи, и круговращения времен, и какое-то разнообразное многоразличное течение природы на земле, и на море, и в воздухе, и на небе, и в растениях, и в животных летающих, плавающих, ходящих, пресмыкающихся, и в превосходнейшем из всех их роде человеческом. Вместе с этим представь себе луга, сады, разнородные цветы, всякие травы, их употребления, благоухания, виды, положения, имена, одни дерева плодовитые и бесплодные, свойства металлов, животных, морских, земных, плавающих, летающих в воздухе, горы, холмы, луга, луг дольний и луг горний, ибо на земле луг и на небе луг, различные цветы, звезд, внизу розы, поверху радуга. Хочешь ли, покажу тебе и луг с птицами. Посмотри на разноцветные и превосходящие всякую живопись перья павлина и на порфирородных птиц. Подумай о красоте неба, сколько времени оно существует и не постарело. Но так сияет и блестит, как будто только сегодня созданное. Подумай о силе земли, как утроба ее столько времени рождает и не истощается. Подумай об источниках, как они изобилуют водой и не иссякли. Хотя беспрерывно день и ночь текут с тех пор, как созданы. Подумай о море, как оно принимает в себя столько рек, небе приступило за пределы. Надолго ли нам, Гнася, за недостижимым? О каждом из вышеупомянутых творений должно сказать так. Как возвеличились дела Твои, Господи, все премудростью сотворил. Но как хитро отвечает неверующая, когда мы станем показывать им величие и красоту природы, обилие и избыток во всем. Это то самое, говорят, и есть главная вина, то есть, что Бог сотворил мир столь прекрасным и великим, потому что если бы Бог не сотворил его прекрасным и великим, мы не боготворили бы его, теперь же, поражаясь его величием и удивляясь его красоте, мы думаем, что он есть Бог. Пустые речи. Ни величие и ни красота мира причиной их нечести, но их безумия. Этому доказательством мы, которые никогда до этого не доходили. Почему мы не обоготворили его? Разве не такими же глазами смотрим на него? Разве не так же разве не такую же имеем душу? Не такое же тело? Разве не под той же ходим земле? Отчего же красота и величие природы не заставили нас думать так же, как думают они? Впрочем, не из этого только, но из другого еще видно, что они обоготворили его не ради красоты, но по собственному безумию, за что в самом деле обоготворили они обезьяну, крокодила, собаку, эти самые ничтожные из животных, поистине, осуетились в умств у них своих и омрачилось несмысленное их сердце, называя себя мудрыми, обезумели. Но не этим только будем опровергать их, скажем еще нечто более. 123. Бог, провидя это искренне по своей премудрости, отнял у них и этот предлог неверия. Для этого он создал мир не только удивительным и великим, но и пленным, и скоро приходящим, и положил на нем много признаков несовершенства. Он с целым миром сделал то, что сделал с апостолами. Что же он сделал с апостолами? Так как они творили много знамений и чудес великих и удивительных, то Бог попустил им терпеть непрерывно бичевание, гонение, узы и телесные немощи, быть в непрестанных скорбях, чтобы величие их знамений не расположило людей почитать их за богов. Поэтому даровав им столь великую благодать, он оставил тело их смертным, а у многих и болезненным, и не освободил их от немощи, дабы показать их настоящую природу. Не мои слова, а самого Павла, который говорит. Если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину, но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня. И опять имеем сокровище носим сие в глиняных сосудах. Что значит в кудельных сосудах? Значит в этом теле смертным и тленным. Потому что как глиняный сосуд делается из глины при помощи огня, так точно и тело святых апостолов, будучи перстным и испытав действие духовного огня, стало глиняным сосудом. А для чего же это было? Для чего Бог заключил столь великое сокровище и обилие дарования в смертном и тленном теле, дабы преизбыточествующая сила предписана им была Богу, а не нам? В самом деле, когда увидишь, что апостолы воскрешают мертвых, а сами нема существуют и не в состоянии освободиться от недугов, то ясно уразумеешь, что воскресение мертвого совершилось не силой воскресившего, но действием духа. А что они часто нема существовали? Послушай, что говорит Павел о Тимофее? Впрепей не одну воду, но потребляй немного и вина ради немощи желудка твоего и частых твоих недугов. и опять о другом. Трофима оставил в милиции больным и в послании к филиппистам. И Пафродит был близ смерти. Если же при всем этом их принимали за богов и хотели принести им жертву, говоря, боги в образе человеческом сошли к нам, то без этого и до какого только не дошли бы нечестия, видя тогдашние чудеса. И так как у апостолов по причине величия их знамений Бог оставил природу немощную и попустил им подвергаться непрестанным искушениям, чтобы их не сошли за богов, так и в природе сделал он нечто подобное тому. Он создал ее прекрасной и великою, а вместе и тленную, как учит о том и другое писание. Так описывая красоту небес, пророк говорит, небеса проповедуют славу Божию, и еще поставил небо, распростер как шатер и простер ее как одежду. Он есть тот, который восседает над кругом земли и живущий на ней как саранча пред ним. И опять содержит круг неба, а другой показывает, что мир сколь не прекрасен и велик, однако Ленин говорит так, вначале ты, Господи, основал землю, и дело рук твоих небеса, но они погибнут, а ты же пребудешь вовеки, и как криз обещают, и как одежду переменишь и изменятся. И в другом месте о солнце Давыд говорит, как жених, выходящий от брачного чертога свое, радуется пробежать поприще, как исполин. Видишь ли, как он изобразил тебе красоту и величие этой звезды, как бы жених, появившись из какого чертога, солнце разливает лучи свои с востока, украшая небо, как бы шафрановым покровом, обливая облака розовым светом, и беспрепятственно протекая во весь день, не останавливается ничем в своем течении. Видишь ли красоту его, видишь ли его величие, посмотри же теперь и на признак его несовершенства. Чтобы и это показать, один мудрый сказал, что светлее солнца, но и оно исчезает. Впрочем, не из этого только можно видеть несовершенство его, но и из сгущения облаков. Часто случается, что когда подойдет под него облако, оно солнца, сколько не испускает лучей, сколько не усиливается разорвать облако, не может сделать этого, когда именно облако слишком густо и не дает ему разорвать себя. Скажут, оно питает семена, но не одно оно питает, а имеет для этого нужду в земле, в росе, дождях, ветрах и благосостоянии времен годичных. Если все это не сойдется вместе, то и действие солнца будет бесполезно. Но Богу не свойственно нуждаться в посторонней помощи для совершения того, что захочет. Он сделал напротив. Напротив Богу более всего свойственно не нуждаться ни в чем. Семена из земли он извел не так, как солнце, но только повелел и все произросло. И вот чтобы ты знал, что не сами стихии, но повеление Божие творит все, что и самые стихии, оно же вызвало из небытия. Бог иудеем без всякой сторонней помощи не спасла Фманну хлеб небесный дал им. И что говорит, что солнце имеет нужду в других стихиях для сообщения зрелости и крепости плодам, когда и само оно нуждается во многом для своего существования и само для себя недостаточно. Чтобы ходить, ему нужно небо, как бы подосванный какой пол. Чтобы светить, нужна ему чистота и тонкость воздуха. Так что если воздух чрезмерно сгустится, то и солнце не может показать света своего. И чтобы не быть ему нестерпимым для всех и ниже всего, опять нужна для него прохлада и роса. Итак, если другие стихии и одолевают солнце и восполняют его недостатки, одолевают, например, облака, стены, некоторые другие тела, закрывающие свет его, восполняют его недостатки, например, роса, источники прохлада воздуха, то как оно может быть Богом? Богу свойственно не нуждаться ни в чем и ничего не требовать ни от кого, но самому сообщать все благо всем и никем не быть останавливаемым, как и говорят о нем Павел и пророк Исаия. Один из пророков от лица Божия так говорит «Разве я Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали? Может и человек скрыться в тайное место, где я не видел бы его, говорит Господь, не наполняю ли я небо и землю, говорит Господь? Я сказал Господу, ты Господь мой, благо мои тебе не нужны». А Павел объясняет все довольства Божия и доказывает, что Богу в особенности свойственно, во-первых, ни в чем не иметь нужды, и во-вторых, давать всем все, говорит так, «Бог, сотворивший небо и землю и море, не требует ничего, сам даят ему жизнь, дыхание и все». 125. Можно ли рассмотреть и прочие стихии неба и воздух, землю, море, и показать их несовершенство, и то, как каждая из них имеет нужду в другой, и без того гибнет и разрушается. И земля, например, если бы покинули источники и влага, наносимые на ней из моря и рек, то сейчас погибла бы от засухи. Так и прочие стихии имеют нужду в других, например, воздух, солнце, а солнце в воздухе. Но чтобы не сделать слово слишком продолжительным, удовольствуемся и тем, что в сказанном мы дали желающим достаточные основания для размышления. Ибо если солнце более всякого творения, удивительное, оказалось так несовершенным и недостаточным, тем паче прочие части мира таковы. «Посему я, как и сказал, дав усердным основания для размышления, сам опять стану беседовать с вами отписание и доказывать, что не одно солнце, но и весь этот мир тленен». Если стихии взаимно вредят друг другу, если, например, слишком сильный холод ослабляет силу солнца, а усилившаяся теплота опять уничтожает холод, и вообще все они производят одна в другой и претерпевают одна от другой противоположные свойства и состояния, то очевидно это служит доказательством великой тленности и того, что все видимое есть тело. Но так как это учение превышает нашу простоту, так поведем вас на сладкий источник Писания и успокоим слух ваш. Не о небе и земле в частности скажем вам, но укажем на апостола, который о всей вообще твари внушает нам это же самое и ясно говорит о том, что вся тварь ныне рабствует тлению, разъясняет также, для чего рабствует, когда освободиться от него и в какое перейдется вскояние, сказав, ибо думай, что нынешние временные страдания ничего не стоят сравнению с тою славою, которая откроется в нас, ибо тварь с надеждой ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась в суете недобровольно, но по воле покорившего ее в надежде. Смысл слов такой, тварь садилась тленной, это и значит, покорилась в суете, а сделалась тварь тленной потому, что так повелел Бог, а Бог повелел так для рода нашего, как она должна была питать человека тленного, то и самой надлежало ей быть такое же, потому что телам тленным не следовало обитать в природе нетленной. Впрочем, говорит апостол, она не останется такое, но и сама тварь освободится от рабства тлению, свободу славы детей Божьих. Когда, говорит, мы воскреснем и получим тела нетленные, тогда и тело неба, и земли, и всей твари будет нетленным и неразрушимым. Посему, когда увидишь солнце восходящим, подивись создателю, когда же увидишь его скрывающимся и исчезающим, познай несовершенство природы его, и не поклоняйся ему как Богу. Для этого-то Бог не только положил на природе стихии знак их несовершенства, но и соизволил рабам своим человеком повелевать ими, чтобы, если по виду их не узнаешь их рабство, то от повелевающего ими ты научился, что все они подобные тебе рабы. И вот Иисус Новин говорит, да станет солнце над Гаваоном и луна прямо над долиной Аяолонскою. Еще и пророк Исаия при царе Изекии заставил его идти назад. И Моисей повелевал воздуху и морю и земле и камням. И Лисей переменил естество воды. Три отрок одолели огонь. Видишь, как и в том и в другом Бог показал свое о нас попечение красотой стихий, ведя нас к познанию его божества, а не совершенством удерживая поклонение им. 127. За все это прославим его, промыслителя нашего, не словами только, но и делами. Будем вести себя сколько возможно лучше, как во всем прочем, так и в воздержании от клятву. Не всякий грех несет одинаковое наказание, но от чего легче воздержаться, зато и наказываемся больше. На это указывает и Соломон, когда говорит 6 глава 30-32 стихи Не спускают вору, если он крадет, чтобы насытить душу свою, когда он голоден, но будучи пойман, он заплатит семеро, отдаст все имущество дома своего. Кто же прелюбодействует с женщиной, у того нет ума, тот губит душу свою, кто делает это. То есть тяжко грешит вор, но не так тяжко, как прелюбодей. Тот защиту своей может привести хоть и неосновательную причину, нужду от бедности, а этот, невлекомый никакой нуждой от одного безумия, впадает в бездну греха. Тоже надо сказать и о клянущихся, и они не могут представить никакого извинения, кроме своей небрежности. Знаю, что кажусь я уже скучным и обременительным, досаждая непрерывным повторением этого увещания, однако не отстаю, чтобы вы устыдившись хоть моего нестыдения, а отстали от дурной привычки к клятвам. Если и судья немилосердный и жестокий, устыдясь неотступных просьб вдовицы, переменил нрав свой, тем более сделайте это вы, особенно когда увещевающий вас делает это не для себя, но для вашего спасения. А по правде сказать, это и для себя я делаю, потому что ваши добродетели считаю моими заслугами. Желал бы я, чтобы сколько я теперь тружусь и забочусь о вашем спасении, столько же и вы петли со своей душе. Тогда дело это без сомнения пришло бы к концу. И что говорить много, если бы не было ни гиена, ни наказания ослушникам, ни награды послушным, а только я, пришедший к вам, попросил бы вас об этом, как о милости, неужели бы вы не послушались? Неужели бы не исполнили просьбы просящего такой небольшой милости? Но у вас просит милости сам Бог, и не для себя получающего, но для вас же дарующих. Кто же будет так неблагодарен, так жалок и несчастен, что не окажет милости Богу просящему, и особенно, когда оказавший милость, сам же и воспользуется ею? Подумайте же об этом, и, возвратившись отсюда домой, говорите обо всем сказанном, и справляйтесь всячески невнимательных, чтобы получить нам награду и за свои, и за чужие добродетели, по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь.